Плухи о таинственном снежном человеке ходят не одно столетие. В качестве доказательств его существования приводятся многочисленные фото, клочки шерсти, отпечатки следов. Но предъявить самого снежного человека пока не удавалось никому. А ведь это помимо научного значения дает возможность хорошо заработать. Так, например, общество криптозоологии штат Аризона назначило щедрую премию. Тот, кто сможет доставить ученым труп снежного человека, получит 100 тысяч долларов, а за поимку живого экземпляра вознаграждение составит целый миллион. Долгое время ученые считали, что если снежный человек и существовал когда-либо, то уже вымер. Но в 1921 году английский альпинист Говард Берри во время экспедиции на Эверест заметил на горном склоне огромные следы, которые по своим размерам никак не могли принадлежать обычному человеку. Индейцы племен Хуна и Урюк утверждали, что в 19 веке на территории Калифорнии они часто встречали огромных человекоподобных существ, покрытых густой шерстью. Они называли их патонами. Но в середине 19 столетия здесь были обнаружены огромные залежи золота. Сотни тысяч охотников за удачей приехали со всего мира из Калифорнии. По утверждению индейцев, патоны, напуганные таким количеством людей, ушли в более безопасные места. Есть легенда о том, что в 1890 году два огромных лохматых чудища напали на американских шахтерских поселок, расположенный на берегу реки Четку. Они захватили запасы продовольствия, а на месте трагедии были обнаружены трупы трех шахтеров. Вес каждого из чудовищ, по воспоминаниям очевидцев, составлял не менее 300 килограмм. В 1967 году американцы Роджер Паттерсон и Боб Гимлин представили фото, на котором был изображен снежный человек. Съемки были сделаны в Калифорнийском национальном заповеднике. С тех пор прошло более 50 лет. Но споры среди исследователей не утихают. Одни уверены, что это бесспорное доказательство существования снежного человека. Другие утверждают, что съемки постановочные. Долгое время советские ученые серьезно относились к возможности существования снежного человека. В 1957 году в Академии наук состоялось даже заседание, посвященное этому вопросу. Были выдвинуты версии о том, что снежный человек может обитать в районе Памира. Туда отправилась экспедиция, перед которой поставили задачу, если снежный человек действительно существует, то он должен быть обнаружен в Советском Союзе. Несколько месяцев поисков не дали никаких результатов. А тут еще Никита Сергеевич Хрущев обвинил Академию наук в том, что она занимается галиматией. В переводе с французского этого слова начинается бессмысленность, нелепость. Поиски снежного человека были прекращены. Хотя некоторые ученые продолжали работу в этом направлении, но уже без всякой поддержки Кремля. Несмотря на то, что поймать живого снежного человека ученым не удалось, они выдвинули предположение, что продолжительность его жизни значительно выше, чем у обычного человека и составляет примерно 250-300 лет. Существует несколько десятков предполагаемых биологических образцов кожи и волос снежного человека, представленных исследователями со всех концов света. Многие из них прошли экспертизу ДНК и оказалось, что 34 из них принадлежали существующим животным – люди, лошади, коровы, волки, собаки, еноты, медведи, а два – вымершему под виду полярного медведя. Известный уфолог Борис Аполлонович Шуринов выдвинул интересную версию. По его мнению, снежный человек является представителем инопланетных цивилизаций. Впрочем, некоторые скептики заявляют, что никакого снежного человека просто не существует. Чаще всего его видят высоко в горах, а это обычные галлюцинации, вызванным длительным кислородным голоданием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...